МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алтайская компания Биобан – это большая инновационная область биологии, агротехнических наук. Компания создана в феврале 1995 года. И целью создания компании – это было решение задач в области продовольственной экологической безопасности. То есть стратегически сразу задачу поставить. И, в принципе, мы с этой задачей справились. Чем это обосновано? Первое. Мы создали экологически чистые препараты Флорес и Фитопфлорес. На основе препаратов Флорес, на основе чистых гуминных кислот. Уважаемые телезрители, кто меня слышит? Есть гуматы и есть гуминовые кислоты. Это абсолютно две разные вещи. Гуматы – это соли гуминовых кислот. Это органоминеральное соединение. Это соединение щелочи, едкого калия, либо едкого натра с бурым углем, торфом, сапропилем. И там содержание щелочи не меньше 10%. Есть законы микробиологии. Там, где превышение щелочи выше, чем 3,8%, наступает деградация клетки у полезных микроорганизмов. Проще говоря, они гибнут. Под гуминовыми кислотами нужно понимать – это чисто органическое соединение. То есть в нем нет никакой химической агрессивных веществ. И это препараты, то есть препараты предназначены, в принципе, для работы с почвой и растениями. И второй препарат, который является основой – это микробиологический препарат. Это Фитопфлорес. Это гуминовые кислоты, смесь гуминовых кислот и пробиотиков бацилис субтилис, которые борются с такими заболеваниями в почве и на растениях, хранилищах, на плодах. Это как фитофтороз, фамоз, фозориоз, ложная мучнистая роса, черная ножка, аидиум, мидиум, ну и другие, их больше 100. У животных дифтерии, пневмонии, кишечно-желочные заболевания. Николай Михайлович, извините, я вас перебью. Ваши препараты уже достаточно широко известны. И вы сейчас говорите правильные вещи. Ну, скажем так, вы знаете, о чем говорите. Но, пожалуйста, чуть более простым языком, чтобы вот люди, дачники наши простые, понимали, о чем речь. Значит, о чем идет речь? Ну, во-первых, вот и для чего создалась компания? Для того, чтобы мы у людей, в первую очередь, убрать от минеральных удобрений, от химических средств по борьбе с болезнями. Дальше, убрать от пресловутого навоза, в котором сейчас полным-полно и антибиотиков, и гормонов роста. Это убрать от того же самого перегноя и убрать от компоста. И убрать вообще, в принципе, от того, что не является, естественно, природным. То есть людей надо... Почему? Потому что человек хочет жить, и человек хочет есть. А древние, говорят, пища либо врач, либо палач. И вот, чтобы у нас пища не превращалась в палача, и предназначено было выполнять задачу в области продовольственной и экологической безопасности. Вот вообще целька громадная зла. И мы эту цель выполнили. Почему? Потому что помимо того, что мы занимаемся производством, мы находимся на вершине всей науки мировой. Ну, давайте так в качестве примера. В 88-м году принимается декларацион об уходе от минеральных удобрений, переход на органоминеральные соединения, вот в виде гуматов и других соединений, и переход на биорганизм и микробусные соединения. То есть вот то, что у нас с вами является высшим принципом. И кроме того, вот помимо этого, мы разработали для Крыма в 2014 году закон об экологически чистом земледелии. И в принципе, в этом же 2014 году было направлено в Госдуму Сергею Нарышкину аналитическая записка с просьбой о непринятии закона об органическом земледелии, который бы оттолкнул бы Россию, ну, в общем-то, очень-очень далеко-далеко. И в принципе, это наши, нас услышали. Вот если брать так, чем занимается компания. Помимо этого, все, компания ведет международную, большую международную деятельность. То есть препарат уже зарегистрирован больше, чем в 10 странах мира. И представляете, вот каждый раз, это там около сотни экспертиз проходить, тем более за рубежом, и тем более с микробиологией все это связано. Вот, это один момент. Плюс это публичности, то есть это вот мы, работа с населением, да, как вот, знаете, это работа со студентами. То есть за рубежом мы читаем лекции для студентов. Николай Михайлович, давайте напомним нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. И свои вопросы, уважаемые телезрители, вы можете задать по телефону в Абакане 22-23-27. Ну, а мы пока с вами, Николай Михайлович, давайте поговорим конкретнее о препаратах, которые вы представляете. Вот о преимуществах расскажите. Флороэс, фитопфлороэс. Смотрите, для чего вообще вот два препарата? Препарат флороэс, я как говорил, чистые гуминовые кислоты. Когда мы препараты флороэс вносим в почву, мы что достигаем? Первое, это нейтрализация химических агрессивных веществ, ну, вплоть до компонентов ракетного топлива. Как только мы нейтрализовали химических агрессивных вещества, вторая задача, у нас начинается рост фосфатомобилизующих азотофиксирующих бактерий. Это те микроорганизмы, которые с воздуха берут фосфор и азот, берут форму в своем корневой системе растений. А у нас над одним гектаром почвы висит порядка 100 тонн азота. Представляете, два вагона висит. Следующий момент. Это тяжелые металлы. Это бич сейчас. То есть тяжелые металлы из активной формы пивом в инертную. То есть ту форму, которая недоступна для растений, плодов, там, листьев, насекомых и так далее, и так далее. Дальше. Это раскисление и рассоление и расщелачивание почвы. Вот говоря о раскислении и рассолении почвы, мы уже вернули не одну тысячу гектар в сельхозоборот. Это одна часть, да? Но самое главное не это. Ну, вот представим, вот высота ручки, это высота плодородного слоя почвы, да? Все пытаются производить там разных веществ и препаратов, работать с плодородным слоем почвы. Наша уникальность в том, вот препарата Флорес, о том, что он может работать с неплодородным слоем почвы. Что такое неплодородный слой почвы? В нем есть то же самое фосфор, калий, азот, микроэлементная группа, которые находятся в законсеренном состоянии. Так вот, мы подобрали такой состав гуминового кислотка, который расконсервирует. Ну, вот, пожалуйста, на наш сайт зайдите, там есть фотографии шламов на Кунецком и Тургейском комбинате, тоже прошло 2000 градусов. И порой, вот если существует мнение о том, что вот один кубический сантиметр гумуса там 100 лет зарождается, пожалуйста, запросто за один сезон мы повышаем плодородный слой почвы на 30, 40, 50 сантиметров. В Монголии мы в пустыне Гуми вообще поставили 2,5 метра плодородный слой почвы сделали. В пустыне это далеко не хакасия. Вот, когда мы вносим препарат фитопфлора из почвы, откуда у нас появляются болезни? Ветер дует, полетит, полетит бразнитворная микрофлора, раз. Второе, насекомое переносит на лапках, два. Третье, птицы летают, фекалии откладывают. Вот тресных источников. И когда мы вносим препарат фитопфлора из почвы, идет уничтожение патогенной микрофлоры. Мы тем самым, что создаем условия для развития аутохонной, то есть полезной микрофлоры. А та для чего нужна? Есть корневые остатки, да, то есть органические остатки. Она их всех перерабатывает в форму своей корневой системы растений. Вот почему мы говорим, что два препарата влияют и на биохимическом, и на микробиологическом уровне. Николай Михайлович, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Мы слушаем вас. Алло. Алло, говорите. Это Лыков Геннадий Николаевич. Здравствуйте, Геннадий Николаевич. Здравствуйте. Николай Михайлович, чем вы объясните, что у вас препарат является экологически чистым? Вопрос не влуп, а в глаз. Да, хороший вопрос. Спасибо, спасибо. Итак, уважаемые телезрители, прежде чем отправить к вам препараты в эксплуатацию, мы их проверяем на токсичность, на белых мышках, как это проверяется медикамент и пищевая продукция, мы их проверяем на золотистый стафилококк и кишечную палочку, мы их проверяем на яйцегельментов, ну и другую химическую агрессивную и брезнетворную среду опасны для человека и окружающей среды. Они чище, чем хлеб, который мы с вами кушаем. Я вам сейчас приведу один пример. Я вот на одном международном симпозиуме выступал два года назад, со мной был такой разведенный препарат фитопфлорез. И вот там зал большой, они говорят, ну вот как вы обоснуете? Я говорю, запросто, стакан у меня сюда. Я, например, стакан выпиваю, и все засекли время, сколько же я на трибуне продержусь. То есть они поняли, то есть работать с нашим препаратом, не надо одевать резиновые перчатки, сапоги, спецодежду, противогаз и так далее. То есть спокойно работаем. Так, ну это понятно все, что это экологически чистые препараты. Скажите вот нашим людям, нашим зрителям, что они получат в итоге? Ну, во-первых, первое самое главное, мы вас уберем от минеральных удобрений. Раз. Мы вас уберем от химиско-ресильных веществ, которые особенно сейчас рекламируются по телевидению. Там, ну скажу, что вот в одном препарате там действующее вещество эмидоклоприд. Это компонент боевого отравляющего вещества нервно-практического действия. В другом препарате там соли тяжелых металлов, там в основном идет алюминия, соединение алюминия, что в принципе никаким образом благоприятно не влияет на организм человека. Есть, да? Дальше. Люди получают экологически чистые урожаи. Да? Дальше. Люди... Идет повышение урожайности. Ну, у ленивого 40%. У неленивого... Вот мы в Киргизии дали прирост... В смысле, дали урожайность по сахарной свекле 700 сантиметров с гектара. За это в советские времена давали героя соцтруда, ГАЗ-24, квартиру и путевку на Черное море в летний период. Такой был стимул. Пожалуйста. И этот момент мы решили. Дальше. Мы облегчили труд. Ну, представляете, перекидать, перекидать самосвал навоза, да? А люди-пенсионеры сейчас все. Им уже под 60, за 60. Либо ходить, либо ходить там... Вот нормы внесения. Там три пакета одного, три пакета другого на одну соку на весь период вегетации России для открытого грунта. То есть в одной руке лейка, в другой опрыскивает. Разница есть? Есть. И следующий момент. Что у человека появляется удовлетворенность. То есть человек не зависим от природы. Потому что препараты повышают стрессоустойчивость. То есть к защите к чему? К неблагоприятным факторам приводят. Ну, допустим, холодное дождливое лето, что не характерно для Хакасии, да? Дальше жаркое лето. Пожалуйста. Это могут быть то же самое кислотные осадки. Пожалуйста. Это заморозки могут быть ранние. Вот это мы все спасаем. То есть человек уже не живет по принципу. Был бы дождик, был бы гром, нам не нужен агроном. То есть человек полностью несет. И об этом у нас все прописано. Уважаемые садоводы и кто меня слышит, прописано где? Это вот брошюра наша. Это, в принципе, первый брошюр. Это о препаратах Флорес и Фитоп Флорес. Вторую брошюру мы выпустили. Это защита растений без химии. У нас есть еще диск, на который будет на презентации. Там будет 8 учебных фильмов. У нас два сайта. bio-ban.com и bio-ban.ru. Особо запоминать ничего не надо. Все написано либо на второй странице в брошюре, либо все написано на упаковке. Кроме того, у нас есть телефон горячей линии. 8 800 250 23 88. По нему вы можете заказать товары на дом. Это те, которые, допустим, живут в республике, не в Абаканде, не могут присутствовать на наших презентациях, кстати говоря. Николай Михайлович, у нас звонок. Давайте послушаем. Да, да, слушаю. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы сейчас рекламируете удобрения. Мы уже второй год про него слышим. Конечно, хорошо. Но в Абакан далеко не каждый может съездить. Билет дороже, чем удобрение, наверное, стоит. Где можно в районе еще купить? В каком районах? Хороший вопрос. Спасибо. Мы восходим. Значит, первое на первое, если вы не можете, вы можете заказать товары почты по телефону 8 800 250 23 88. Звонок бесплатный с любого вида телефона. Кроме того, ну, коль так встал, вопрос. У нас есть телефон еще партнеров здесь, в Абакане. Они вам более точно скажут, где что находится. Это 8 923 595 81 26. 923 595 81 26. Когда и где мы с вами встречаемся? В Абакане 15-16 апреля ДК Железнодорожников. ДК Железнодорожников, Пирятинская 20, с 11 до 15 часов. Дальше. Саиногорский 17 апреля. Краевейский музей. Енисейский микрорайон 31, с 12 до 14 часов. И в Минусинске 16 апреля. Детский игровой центр 2 этаж. Улица Абаканская, 44 В. С 11 до 15 часов. Николай Михайлович, я думаю, что здесь можно сказать людям о том, что ваши товары можно заказать почтой. Да, товары почтой. Мы наложенным платежом сразу говорим. То есть вы либо звоните по телефону 8 800 250 23 88, либо вы пишите 659 300, город Бийск. На сайте, я думаю, что можно. И на сайте тоже можно заказать. Не, можете вообще писать. Алтайский край, город Бийск, Боярскому. Прошу выслать удобрения. Все будет нормально. Поверьте, уже не первый десяток таких писем пришел. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон, номер нашего телефона в Абакане 22 23 27. Звоните, задавайте свои вопросы. Николай Михайлович Боярский, директор компании Биобан, с удовольствием на них ответит. Ну, а сейчас пока мой вопрос. Вот сейчас рассада посажена. Можно ли еще применять ваши препараты? И на каких стадиях их можно применять? Вопрос золотой. Сами придумаем. Вот смотрите, уважаемые телезрители. Значит, вот сейчас время выращивания рассады. И у многих она вытягивается. Вот у многих вытягивается. И все думают, что вот она тянется к свету. Это все от лукавого. Почему? Специально для науки говорю. Вот фотосинтез у нас в России не происходит тогда, когда у нас происходит ультрафиолет. Через стекло ультрафиолет не проходит. Поэтому на фотосинтез это не влияет. Вытягивается рассада. По той причине, что первое, самое главное, что растение 85-90% питания получает через листья. И только 10-15% через корневую систему. И когда растение у вас вытягивается, она тонкая, худая, дохлая. Там стебель вот-вот поломается. Там желтоватый еще оттенок. И она пытается за счет кроны брать питание. Что для этого нужно делать? Для этого берем препарат фитопфлорез. А применять мы будем все это в жидком виде. Из расчета 1 чайная ложка на литр кипяченой воды. И проводим 1 раз максимум в 3 дня некорневые подкормки. Что мы этим достигаем? Мы снимаем напряжение с корневой системы. У нас мощный идет рост листового аппарата из стебля. Идет увеличение корневой системы, соответственно. И поверьте мне, что рассаду не надо высаживать выше, вот больше, чем высота этой брошюры. Почему? Потому что когда мы выращиваем, садим, пока вот все циклы не будут замкнуты, растения активно расти не будет. Это первая часть. Вторая часть. Что мы еще спасаем людей? Уважаем. Вот как раз, а про рассаду здесь сейчас закончим сразу. Когда порой мы покупаем рассаду, она все у нас ярко-зеленая, мощная корневая система, мощная сепля, все. Мы ее посадили через день, а приходим, она в хламе. Все, погибла. Почему? Почему? Потому что она выросла в одной биохимической микробиологической среде, а здесь другая биохимическая микробиологическая среда. Как медики говорят, если группа крови первая, и реестфактор положить, нельзя вливать третьей, отрицать, будет летальный исход. Так вот, этими препаратами мы создаем единый биохимический и микробиологический процесс. И вот, как пересаживать правильную рассаду, все написано здесь, либо прочитайте на сайте у нас. Следующий момент. У нас на сайте есть 9 фильмов. О чем фильм идет? Первый. Это фильм идет штука препаратов, как их готовить и порядок потовки почвы для выращивания рассады. Второй фильм идет, это пикировка. Третий фильм идет, весенние работы в саду. Четвертый фильм, летние. Пятый фильм, осенние работы в саду. Шестой фильм, это работа с теплицами. Седьмой фильм, борьба с болезнями. И восьмой фильм, восьмой фильм, это обработка хранилищ и урожая. И девятый фильм, это борьба с наводнениями. То есть вот 9 фильмов, 9 простых фильмов по 15-20 минут. На одном дыхании будете все смотреть. Николай Михайлович, можно ли эти два препарата ваши применять совместно? Вы понимаете, вот когда мы работаем с фермерами, мы их там применяем, как правило, с крупными хозяйствами, мы применяем их там вместе. Почему? Дважды технику гонять не будешь. И мы делаем баковую смесь. Но здесь есть один маленький нюанс. Здесь расход препаратов будет увеличиваться в полтора, в два раза. Почему? Нам нужно, когда мы вносим... Помните, я им говорил, нужно нейтрализовать химически-агрессивные вещества. А для этого нужно времени. Понимаете? Дальше. Это резко идет уничтожение патогенной среды. Тоже надо сделать. Почему? Потому что сразу идет внесение препаратов, и сразу селка тянется, и здесь леносистический способ, потому что сразу семена вносится. То есть это все допускается. Ну, тогда давайте скажем о расходе вот этих вот препаратов. Если расход брать, значит, уважаем, вот это у нас рассчитано на частника, как мы говорим, на дачника, у кого приусадебное хозяйство есть. Для крупных хозяйств мы выпускаем в месках по 40 килограммов. И, кстати, для крупных хозяйств мы осуществляем авторское сопровождение. Какие здесь нормы внесения? Вот при средней закисленности и истощенности почвы мы рекомендуем 3 пакета препаратов флорес по 30 граммов и 3 пакета препаратов фитур флорес по 10 грамм на 1 сотку на весь период вегетации растений. На 3 сотки мы рекомендуем брать 12-го и 12-го. И при этом я здесь не вымогаю деньги с вас. Я еще раз говорю, компания развивается за счет фермерских крупных хозяйств, там озеленителей, там питомников, плодопитомников развивается. Наша задача вас убрать от химии, убрать от полной хинеи. Вот, 12-го и 12-го. Следующее, для теплиц, условно расчетная единица, теплица 30 метров в квадратах. Идет 2 пакета препаратов флорес и 6 пакетов препаратов фитур флорес. На простой вопрос, почему так мало? Вот смотрите, в одном самосвале навоза содержится 0,003 грамм на литр гуминового кислота. 3 тысячных. Вот в этом 30-граммовом пакете их 12 грамм на литр гуминового кислота. Ну вот вы затронули тему теплиц. Насколько там надо применять? Понимаете, в чем проблема в теплице? В теплице парниковый эффект. И вся патогенная среда, то есть базинтронная, осаждается на внутренней поверхности теплицы. И потом, когда теплица отпотевает, весь этот хлам падает на растение. И растение в одночасье гибнет. Вот вам ответ на все. Поэтому это идет обработка не только почвы, но и самой внутренней поверхности теплицы. Мы уже не одну тысячу теплиц вернули в основу всех гособород. И когда мы приезжаем в теплицу, вот брошенные теплицы, со скобой делаем, на нее бразнитворные следы порой больше, чем в самой земле находится в теплице. То есть вот что такое теплица. То есть это не совсем все так просто, как мы думаем. Поэтому мы являемся, не скрываю, очередной палочкой выручалочкой для населения. А тем более, что препараты экологически чистые. Напоминаю, уважаемые телезрители, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 22-23-27. И вот один из наших телезрителей дозвонился. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Вы в эфире говорите. Доброе утро. А будьте добры, господин Боярский, вы так цену не уточнили все-таки этих препаратов? Я извиняюсь, это был следующий вопрос. Очень важный вопрос, да. Это был следующий вопрос. Значит, стоимость препаратов 50 рублей. Спасибо. То есть 2-4 пакета, это 1200 рублей. Здесь в Абакане самосваловый навоз. Знаете, сколько стоит? 8,5 тысяч. 8,5 тысяч, представляете? И здесь экологически чисто. Но навозом мы почву закисляем раз. Сорняков немеря на два. Аммиачное сырение, которое разрешает основу, основу гуминокислоты, три. Четверое, большинство видов болезнетворной микрофлоры. Пятое, гормоны роста. У нас сейчас курица растет полтора месяца. Бычки 6-8 месяцев. И широкоспектральный перечень антибиотиков. Есть, да? Дальше. В одном килограмме перегноя остается 2,5 миллиарда болезнетворной микрофлоры. Много это или мало? Если перевести на вирус гриппа, то хватит заразить население до 150 тысяч человек. Вот он, пожалуйста. Есть разница, нет? Надо помнить, что древний гриб пища либо врач, либо палач. То есть получается, дачный участок в среднем 6 соток. Ну вот... Засаживается, ну, как правило, меньше. 3-4 максимума. Потому что там домик, там... То-то-то-то... То есть, да, вот на 3 сотки, ну, на 4 сотки, пускай 12-го, 12-го идет. Почему мы берем с запасом? Потому что никто не знает, какое будет лето. Николай Михайлович, у нас звонок есть. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. 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 Я вот задаю вопрос в отношении табу и престижа для обработки картофеля перед посадкой. Ну, зацепили всем. Они не действуют. Давайте я отвечу сразу. Спасибо, спасибо. Они действуют на человека. На человека. Значит так, что касается престижа. Ну, коль подняли тему, ладно. Ну, а что делать? Не я ее поднимал. Зрители это интересуют. Значит, престиж. Это западно-германский препарат, фирма Байор, который в свою бытность специализировался еще на создании химического оружия в 30-е годы, в условиях Рейха. Так вот, там действующее вещество является имидоклоприд. Это компонент боевого отравляющего вещества нервно-правитического действия. И когда жучок-паучок погиб от него, птичка его склевала, через 12, максимум через 15 минут она теряет ориентацию в полете и погибает в судорогах, погибает. Чтобы работать с престижем, нужно не машку эту одевать, как они пишут эти организмы, такой марлевый марлевый. Надо одевать полностью спецсредство изолирующее, вплоть до баллона с сжатым воздухом. И вот когда у нас были станции по защите растений, то есть где именно, это очень должен быть хорошо подготовленный специалист, чтобы с ним работать. А так это приведет к... Ну не к тому приведет, к чему приведут ваши препараты. Давайте еще раз скажем, что у вас это экологически чистый препарат. Значит так, уважаемые садоводы, и так, о чем сегодня идет речь? Сегодня речь идет, вы сегодня с первых уст услышите, от генерального конструктора, создателя препарата Флорес и препарата Фитофлорес, что речь идет об экологически чистых препаратах Флорес, Фитофлорес, на основе чистых гументных кислот и микробиологии, которые позволяют вам уйти от применения химических, минеральных удобрений, химических средств по борьбе с болезнью, то, что сейчас сказали. Это убедет от того же самого пресловутого навоза, перегноя, компоста. Не трогайте никогда компост. И что это вам даст? Вам даст получение экологически чистой продукции. Плюс мы защитим свои сады, свои участки, мы защитим от болезней. Понимаете? Если раньше химии применяли, то сейчас вы будете принимать препараты. Оба препарата чище, чем хлеб, который мы с вами кушаем. И вот прежде чем их отправить в эксплуатацию, я хочу напомнить, что мы их проверяем на токсичность на белых мышках, мы их проверяем на золотистый стафилококк, кишечную палочку, яйца гельментов и другую химическую агрессивную среду, опасную для человека окружающей среды. Николай Михайлович, вот вы уже называли, где у вас будут презентации. Что люди смогут получить, какую информацию придя на эти презентации? Значит, когда вы приходите на презентацию, она сейчас будет построена следующим образом. Ну, первое, это пойдет, сначала где-то минут 15 будет речь висеть о препаратах, что такое флорез и фитофлорез. Раз. Следующее время мы уделим, это время работы с кустарниками, раз, и деревьями. Дальше, это выращивание картофеля, два. Это остановится на землянике и садовые, они остановятся, три. И четвертый вопрос у них будет, это об экологичности. Значит, я вам объясню. Вот смотрите, речь про продовольственное экологическое безопасность. Продовольствие, это количество картофеля, выращенное осенью, да, собрано, чтобы хватило до следующего сбора урожая. А экологичность, она все очень просто определяется. Вот смотрите, есть черная смородина, лесная и садовая. Да, садовая бывает крупнее, там все, но аромата нет, запаха нет, сладости нет, того нет. И возьмите лесную. Так вот, когда, уважаемые садоводы, у вас будет садовая черная смородина такая же по вкусам и качествам, как и лесная, вот считайте вопрос в области экологической безопасности, лично для себя и членов своих семей вы выполнили. Еще один момент, о чем я хочу сказать. Что, применяя химию, люди уничтожают такое вещество, как сальвестрол в растениях. Оно практически есть во всех. Что это за вещество? Это один из главных иммуномодуляторов в организме человека. Это то вещество, которое блокирует хаотичное движение раковых клеток по организму. Это вещество слабоустойчиво к химии. Так вот, если вы не будете применять химию, у вас сальвестрол будет накапливаться. И вы, употребляя свежую продукцию, будете укреплять иммунную систему, а не разрушать ее, понимаете? Вот о чем идет речь. Поэтому вы должны задуматься над главным принципом, что человек хочет жить и человек хочет есть. А древние при этом говорят, что пища либо врач, либо палач. Напоминаю, сегодня мы работаем в прямом эфире. Остается не так много времени, поэтому, если у кого-то есть вопросы, звоните в нашу студию 22-23-27. На ваши вопросы ответит директор компании «Биобан», академик российской академии медико-технических наук, европейской академии естественных наук в Германии, в Ганновере, Николай Михайлович Боярский. Николай Михайлович, ну скажите, пожалуйста, понятно обрабатывать теплицы? Вот, как раз есть звонок. Свой вопрос я задам потом. Алло, здравствуйте, вы в эфире говорите. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Я бы хотела уточнить, когда господин Боярский будет в городе Черногорске? Спасибо за вопрос. Значит, уважаемые телезрители, давайте мы так будем общаться. Меня зовут Николай Михайлович, а все, что вы сейчас до этого добавляете, давайте лучше уберем пока. Но это не суть, важно продолжать. Дальше, теперь что касается Черногорска. Значит, конечно, мы-то в этот вопрос, вот на эту презентацию запланирован пока не был, но я переговорю сегодня со своими партнерами, тем более у нас будет большое сегодня совещание с ними, вот по вопросам, когда и где провести в Черногорске. Я могу сказать следующее, вот телефон 8-923-595-8126, по нему вы сможете узнать, когда в Черногорске будет у вас презентация и продажа препаратов. Значит, продажа препаратов у нас идет по ценам завода-изготовителя, чтобы сразу было понятно. Следующий момент, тогда я обращаюсь к тем, кто живет в Черногорске. Скажите, пожалуйста, как правильно поставить в Черногорске информационное поле, то есть где правильно дать объявление, чтобы как можно больше людей собрать на презентацию. Поэтому можете позвонить, либо по нашему телефону 8-800-250-23, звонок будет бесплатный, либо вот на этот телефон здесь 8-923-595-8126. Ну, либо написать вам на сайт непосредственно, я думаю. Либо на сайт написать, выйти кто. Мы вам будем благодарны, нам самое главное поставить информационное поле, понимаете, чтобы мы не зря тратили деньги в это информационное поле. И еще давайте добавим, что вход на все ваши презентации. Так, уважаемые, значит, телезрители, дачники, дорогие мои земляки, значит, вход у нас на все презентации бесплатный, мы денег за вход не берем. Мы вас приглашаем к себе в гости, с тем, чтобы поделиться тем, с чем мы наработали. Что для вас есть, понимаете, чтобы вы, в принципе, я и снова говорю, не травили себя химией. Дальше вы приходите, вы слушаете, задаете вопросы, вам на них отвечают. Дальше, и вы принимаете решение. Вот вы приняли вот эту новую теорию, практику, либо не приняли. Надо это вам надо, либо не надо. Хочу сразу сказать, что человек тут должен стать перевыбором. Либо он будет принимать и будет брать, потому что по клочкам, знаете, это же не мороженое. Там откусил, не понравилось, выкинул, где собаке отдал, понимаете. Или как пряник все равно. Здесь нужно, мы применяем, потому что нужно нам работать практически по всему участку. Потому что мы должны повлиять и на биохимические, и на микробиологические, миграционные процессы, которые идут внутри почвы. И мы должны повысить плородный слой почвы. А человек берет два пакетика там и на три сотки, результат ноль, у меня уши горят, а то еще Мария Ивановна рассказывает, что опять это очередные непонятные вещи. Вот, поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону по 8 800 250 23 88. Вы нам заказывайте, заказывайте сюда, узнавайте, где и когда будет презентация. Вот, вход у нас сюда будет свободный. И, скажем так, проводить будет уже еще ряд специалистов будет, которых мы уже здесь уже воспитали и вырастили. Николай Михайлович, я вас перебью, у нас есть звонок, я думаю, что это будет последний звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, в эфире. Добрый день. Добрый день. Хотелось бы узнать, когда будут проводиться презентации, можно там приобрести данные препараты? Ну, давайте тогда сейчас быстро. Спасибо большое, да, очень быстро, пожалуйста. Уважаемые садоводы, итак, в городе Абакане 15-16 апреля, ДК Железнодорожников, Перятинская, 20, с 11 до 15 часов. Вход свободный, там же можете приобрести препараты флорез, фитофлорез. Саиногорск, 17 апреля, в Краевельском музее, Енисейский микрорайон, 31, с 12 до 14 часов. Минусинск, 16 апреля, детский игровой центр, второй этаж, улица Абаканская, 44 В, с 11 до 15 часов. Наш телефон контактный 8 800 250 23 88. 8 800 250 23 88. Звонок бесплатный с любого вида телефона, по нему вы можете заказать товары почтой и задать вопрос, который вас интересует. Мы находимся в городе Бийске, 659 300, Алтайский край, город Бийск, компания Биобан. Можете так прямо написать, и выполним ваши заказы. Николай Михайлович, вопрос был о том, что можно ли будет на презентациях приобрести ваш товар. Однозначно, не только можно приобрести, вы там приобретете на презентации наши препараты флорез и фитофлорез по ценам завода-изготовителя. Ну что ж, спасибо, Николай Михайлович, за интересную беседу. Я думаю, что если будут вопросы, люди вам будут звонить, узнавать. Спасибо, что пришли. Напомню, сегодня был у нас в гостях директор компании Биобан, академик Российской академии медико-технических наук, Европейская академия естественных наук в Ганновере в Германии Николай Боярский. Ну а для тех, кто что-то упустил сегодня или может быть хочет еще раз посмотреть нашу программу, повтор вы сможете увидеть на канале Россия 24 в понедельник, 11 апреля в 13.15 и в 18.45. Канал Россия 24 в понедельник, 11 апреля в 13.15 и в 18.45. Спасибо, оставайтесь с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова